Девушки отдыхают Апельсины Так пахнут Потому что они начинают зацветать Кто-то куртку потерял Детскую джинсовую Вообще так пахнут Смотрите, еще не успели эти упасть Они несъедобные Дикие Горькие страсти Имела честь попробовать Такая какашка Смотрите Дети зацветают А пахнут Как черемуха Запах обалденный Этот нет Скоро зацветет Потому что еще слишком много апельсина Декоративные Как пахнут Видите, моя Чарли ходит тут Мы идем на работу Суббота Утром Никого на улице нету Не встретишь Все спят Правильно А что делать такую рань Сейчас бабушки Ко мне мои Подтянутся Они всегда с утра Ходят пораньше Чтобы потом Кушать, готовить А кто помоложе С одиннадцати Ходят Они любят поспать Сегодня попозже Иду с работы Как завалились Все За полчаса До закрытия Давай их принесло Всем надо стричься Всем надо укладываться На улице Так хорошо сегодня Жарить Еда у меня есть Как я уже говорила Только знаете Вот когда поздно Уже приезжаю Единственная проблема Это нет парковочных мест Приходится ездить Искать Вот это вот Уже то есть Стекла дома Уже не опаркуешься Единственный минус А так нормально Знаете чем пахнет? Шашлыками Блин так вкусно Пахнет шашлыками Иду нюхаю Наслаждаюсь Я сейчас не против Шашлычка то навернуть С лучком маринованным Это я просто есть хочу Буду сейчас курочку Наминать С кабачками Видите как у нас Сейчас еще поработаем После обеда И пойдем на пляж Да, Чарли Браун Бабулечки Плохо одной стало В туалет ушла Не знаю Что с ней Мне даже страшно Что-то говорят В спину ступила А вдруг Что-то серьезное У меня еще Лестницы Вот тут везде Они же ходят И она ходит Там как бы не свалилась Где Диме В общем Это какой-то Пиздец И она а а заедхала сейчас валькампу закончила работать все сейчас вам дома расскажу что у нас там случилось и пет короче валькампу сейчас хочу посмотреть семушку красную рыбку на бутерброд чай хочу еще посмотреть какой-нибудь час все увидим тележка в принципе не не нужно потому что много я набирать не буду не только сразу нужно пойти и купить ну вот уже забыл что так сочаем аду айс и рыбку вкусненькую либо тут что-то выбор небольшой почему михионосы не охота их делать я хочу вот форелька который я вчера делал очень даже вкусные знаете обалденно я хочу соленую рыбу ну даже есть это форель форелька форельска буду выбирать было домой купила всего да ничего маритоне это очень вкусные такие пироженки так я вам много раз про них рассказывала они делают столько в гранаде кто приезжает пробуйте правда очень вкусный мужу хлеб я их мужу кстати купила каждый день приходит что-нибудь вкусненько есть вот ему вкусненько вот такую махама это значит знаете что тунец высушенный это очень вкусно мне почему-то рыбу сушеной захотелось и вот вместо рыбы сушеной буду есть тунец сушеный ну это сальмон как всегда и у меня опять газы и замучили купила и ноха но это типа для тоже как укропная водичка такая вот буду заваривать и и спаржу вот такая вкусненькая я ее ем просто достаю из банки ем с майонезом еще тоже очень вкусно ну я просто я без майонеза и все больше ничего не купила в принципе мне больше то ничего и не надо блин лук нужен было его забыла но это как всегда в общем буду пить час и ноху и ноху это и этот как его называется фенхель но я так думаю что увидите это семечки укропные и это мне кажется это одно и то же кстати мы можем понять вернее понюхать и могу я а вы мне поверить на слово снимай на телефон потому что зарядка села у воняет так укропом укропными семечками знаете как будто этот там мента в общем не очень вкусно но блин хожу как арбуз как надутый шарик нагнуться не могу в общем что у меня сегодня на работе произошло это вообще какой-то пипец это первый раз у меня такое происходит это вообще капец какой-то перекакала я очень сильно в общем приходит ко мне постоянный клиентка каждую субботу вечером она ко мне приходит в одно и то же время все нормально я и вымыла голову а вот посадила ее в кресло нанесла пенку она такая ой подожди что-то мне говорит спину ступила и сидит прям такая вот и прям белеет на глазах я уже такая ну мало ли думаю ладно чё он такой можно я в туалет пойду я хру ну да конечно варива аккуратнее напрямую уже такая стала и еле-еле вот так идет у меня там ступеньки везде я говорю аккуратнее на ступеньках в общем довела ее вот пошла на в туалет и прям буквально через тридцать секунд кричит такая ай помоги помоги мне я обкакалась вся пошла быстрее туда она в общем встала с туалета уже выходит как бы и прям падает вот так вот ой горит что-то случилось ногами не пойму чё и и на пол вот так прям упала ну упала как я и не упала села потому что если я же с ней была я на нее смотрю говорю как ты себя чувствуешь говорю вызвать скорую на такое дело чего хочешь ну естественно я скоро и буду вызывать потому что мало ли как я с ней одна на прям на пол там свалилась а там еще неудобно там у меня машинка в общем в прям во входе вот и свалилась на пороге между машинкой дверью в общем пипец какой-то я естественно номер какой-то этой как ее амбулансии в общем скоро и забыла нафиг выбежала у нас там ресторан открытый был слава богу я прям выбежала на улицу там как раз со хозяин ресторана была он там с клиентов обслуживала я говорю ой пожалуйста вы позови позвоните в это можете позвонить скорую у меня там женщина упала он да да конечно но я быстрее развернулась и побежал опять к ней обратно я же не буду там ее оставлять одну мало ли чё с ней там тут за следом женщина ко мне пришла ну не ко мне а пришла клиентка на этого бара оказалась и она гордой я недавно совсем это начну начала ее там спрашивать для ля-ля-ля-ля-ля чё почем а вот оказалось что она закончила курсы ну вот это по первой помощи она горит я только закончил для курса первой помощи не надо тип ее трогать его и так она не упала она типов вдруг она бедро сломал игру она не могла бедро сломать потому что она не упала она просто вот так села по стеночке и я ей как бы помогла лечь говорю она не могла ничего сломать потому что она не падала вот, скорая ехала очень долго, очень долго очень, во-первых, наверх не все скорые доедут, там очень узко искали специальную машину в общем, пока искали, я чуть это еще раз не обкакалась сейчас все это смешно, конечно, но тогда под голову там мы ей положили и это я говорю, кому позвонить она, ой, у меня ни телефона, ничего нету дала мне ключи говорит, сходи ко мне домой ну, она разговаривала, все губы синие, вся синяя я быстрее к ней домой сходила взяла это тут еще Чарли под ногами путается думаю, блин, он же и гавка сейчас начнет или убежит у кого-то и смех, и грех, ну, блин, извините мне, собака моя тоже дорогая я вот с ним это понеслась к ней домой, взяла тетрадку там она, где она мне сказала прибегаю такая, ну, а там жила она в 5 метрах от парикмахерской моей прибегаю она говорит, нет, это не та, твою дивизию опять вернулась, опять а главное, она мне до этого сидит все нормально было я ей пенку наношу она, ой, когда же ты ко мне, типа, в гости придешь я говорю, да когда-нибудь приду говорю, сейчас вот успокоишься это та женщина, у которой дом обрушился помните, как-то я вам говорила что у нее дом обрушился ей уже 80 с лишним лет но я не могу ее бабушкой назвать она женщина, выглядит как женщина в общем, не так плохо ну, наверное, хорошо выглядит и вот у нее дом обрушился она переехала в новую квартиру комнату, квартиру там ну, в общем, все равно пожилой человек знаете, всю жизнь жила в одном доме потом вот этот переезд у нее ни детей, она никогда замужем не была но у нее есть хорошие племянники которые ее очень любят вот и вот она им хотела и звонить и я взяла этот опять ключи она мне дала я опять побежала к ней домой представляете, говорю вот тебе и пожалуйста сходила в гости все, она мне колготилась когда ты ко мне придешь когда ты пришла в гости вот ну, я там, естественно, ничего не смотрела что же я буду смотреть я прям забежала, взяла и убежала опять вернулась за этой за этой книжкой позвонили мы там женщин тоже вот эта которая позвонила всяким ну, всем ее родственникам кто в одном городе кто в другом в общем, никого рядом нет и все это ожидаем скорую, представляете ну, вот потом пришла ко мне еще одна постоянная клиентка которая попозже чуть приходит и такая заходит и я ей такая говорю в Бугляне у меня это упала карменсита она говорит да ты что и вот она потом тоже с ней осталась ну, потому что все друг друга знают там поэтому вот и приехала, значит, скорая там три два медбрата одна одна девушка тоже медсестра, наверное померили ей давление нормально было все нормально в общем непонятно чем что-то с ней было сахар ей проверили там ее уже они приехали сразу ее подняли и то есть она сама уже встала на софу там мне ее положили вот все ей сделали и короче это сама она дошла до скорой помощи уже она такая женщина она очень независимая с сильным характером и она не любит вот это вот знаете кутерьмы вокруг себя такая она волевая вот и и короче она ну естественно люди-то любят все это как говорится шоу да там уже откуда ты не возьми собрались все остальные жители так скажем нашей улицы ой что случилось там туда-сюда потом моя постоянная клиентка говорит я с ней поеду как же я ее могу оставить вроде бы пока еще племянники не приехали уехала с ней ну ты говорит меня дождись я говорю сейчас приду типа это голову мыть я говорю ну ладно-ладно у меня тут как раз еще одна клиентка пришла в общем пипец какой-то ой все это на нервах бегал туда-сюда еще с этим Чарли полные людей парикмахерских все с этим Чарли хотят поиграть Чарли ни с кем не хочет играть вот что значит собака он сразу почувствовал что что-то не так весь вот так уши прижал хвост прижал вот так вот весь зажуханный вот ни на кого не гавкает как ни странно мне когда люди заходят он их встречает гавканье приветствие так как скажет а и тут заходят ну естественно туда-сюда шмэндует все в общем пипец какой-то был вот это вечер я вообще офигела потом вот люди туда-сюда ходят увезли значит увезли ее ну я дальше начала работать парикмахерская у меня вся заполнилась жителями начали все это обсуждать в общем Санта-Барбара ой сейчас все это смешно потому что сразу сказал ну я спросила медбрата говорю что с ней это он говорит ничего страшного просто у нее видимо это он там назвал как это называется ну я естественно забыла в общем короче ничего страшного с ней не случилось просто наверное весь этот стресс весь этот как бы ну пожилой человек все это все это нервы и вот так вот отреагировало ее тело ну в общем я конечно перекакала еще больше наверное чем она вот ей это пипец какой-то и в общем увезли ее там даже не в больницу а внизу у нас какая-то поликлиника там ей сделали радиографию мне потом уже клиентка рассказала которая с ней уехала потом она опять поднялась буквально через полчаса и мне вот все уже нам рассказывала не мне а нам потому что там уже человек 10 у меня все сидели все разговаривали и обсуждали короче у нас эта неделя будет вся в обсуждениях сначала у нее дом упал обрушился с ней внутри представляете все разговаривали только об этом наверное целый месяц теперь вот она вот с ней это случилось а еще знаете что хорошо что это случилось с ней у меня на работе представляете если бы она в ванной была упала бы и все она живет одна и мы ей все такие говорим ну что хорошо что у тебя вот так вот все приключилось здесь вот что рядом мы были сразу скорую вызвали а вот если бы ты одна упала бы не дай бог что сломала бы то вообще пипец был никто бы не понял что и что и как случилось в общем вот такая вот у нас история случилась страшная вообще ой так что мы даже сегодня с Чарли гулять не пошли потому что со всей этой суетой допоздна работала и устала потому что вроде бы как клиенток как всегда было даже на одну меньше но так что бегала туда-сюда то к ней домой то обратно то эту скорую смотрела где она чтобы она там проехать в принципе меня невозможно но на мою улицу она бы тоже не заехала то есть надо было им сказать чтобы вы сюда не заезжайте там остановитесь на главной улице в общем пипец какой-то вот этот хозяин ресторана тоже ну мы там все друг друга знаем он вот тоже сразу договорился с скорой что там звонил пару раз вот клиентка бара этого тоже пришла быстрее помогал то есть все там стояли с ней до последнего я там ей все эти одеяла на нее накрыла она главное вижу что она начинает падать у меня там как раз ну не в туалете а вот у меня там там такой как дворик есть и там я всегда когда Чарль плохо себя ведет я его туда провожаю и ну и там у него есть как его подстилка чтобы он не лежал уж не на полу она и свои подстилки у него там есть все у него там есть как дом у него там и вот когда она начала нападать я быстрее это ей сама-то ее держу а под задницу ей чтобы она не на полу лежала эту подстилку подкладываю Вот, потом мы ей подушку дали, у меня там же подушка есть, и покрывало это отдали, в общем, она там лежала, ужас. Так ее жалко даже, знаете, она сейчас эмоционально еще больше себя как бы расстроит, потому что она такой человек, что она не любит вот всякой этой возни вокруг нее. Ей будет стыдно, ей будет неприятно, хотя ничего стыдного нету, с каждым может случиться. Вот, ну, я ее очень хорошо просто знаю, знаю к ней подход, в общем, пипец. Я даже ее спрашиваю, говорю, давай я тебе, я твоей сестре, у меня ее двоюродной сестры есть телефон, вот, ну, у меня почти все телефоны есть, моих клиенток. Я говорю, давай я ей позвоню, чтобы она, ну, как-то повестила твоих родственников. Нет, нет, я не хочу, чтобы она знала что-то, представляете, вот она такой человек, что она не хочет, чтобы вот многие знали о том, что вот с ней случилось. Такая вот история у меня сегодня была. О, блин, ой, не было печали. Вот, ну, я потом, конечно, заработалась, так мы уже это, ну, когда нам сказали уже, что ничего страшного, уже и забылись, в общем, начали смеяться там. Вот с клиентами начали, наполнилась моя парикмахерская, ой, не могу. Начали все это обсуждать, и теперь обсуждать будут еще недели-две. Так что вот такие вот у нас дела, представляете, ужас. Не, ну, скорая, что так долго ехала, это вообще пипец. Я в ужасе, говорю, помереть можно два раза. Обычно скорые здесь не больше пяти минут едут, а это так долго, что я не знаю. Может быть, они искали машину, которая может подняться к нам, я не знаю, в общем. Что произошло с этой скорой. Ну, короче, можно было помереть пять раз. Но потом она, конечно, начала отходить, но у меня такая ситуация. Я одна. Не, ну, потом, конечно, я одна-то не осталась, в общем, представляете. С другой стороны, думаю, что это, ну, я же позитивная. Думаю, что все, что Бог не делал, все к лучшему, что это случилось. Именно вот у меня на работе, а не у нее дома, где она одна живет. А так бы, не дай Бог, упадет, и все. И пипец. А когда пожилые люди что-то себе ломают, особенно бедро, да, то все это, они почти не заживают у них потом ничего. В общем, вот такие вот у нас пироги. Пойду сейчас чайку себе наведу, попью. На улице тепло, и дома сразу тепло становится, вообще классно. Правда, я сегодня на улице почти не была. Ну, но пока на машине ехала, видела, 20 градусов показывала. Ой, а сейчас, как всегда, приехала, а парковать негде. Кружилась, кружилась, как дурачок. Искала. Самое интересное, что кружилась не только я, а еще пару машин. И я думаю, блин, ну, ничего так, порядышком. Вот, припарковала машину. Вот. Завтра что будем делать? Даже понятия не имею. Вообще, если честно, никуда не охота, потому что я говорю, я как арбуз хожу. Не арбуз, а шарик надувной. Сегодня поела, только с утра встала. У меня вчера еще такая фигня началась. Встала, поела кашу на воде, овсяную. И пришла в обед, съела кусок маленькой курицы, больше не полезла. Ну, потому что я так надутая вообще. Кусок маленькой курицы и кабачки со вчерашнего. Мне кажется, кабачки тоже газа дают. Ну, блин, что же, не жрать вообще ничего. И все, и больше ничего я не ела. И сейчас я вот спаржу съела вот эту вот, которую я вам показывала. Без всего. И усе. И не хочется. Ну, это хорошо. Может быть, скину что-нибудь. Поэтому сейчас еще чайку попью. Я уже этот фенхель выпила. Посмотрим, помогает, не помогает. Кстати, неплохой, но он, знаете, на анис похож. Знаете, что такое анис? Анис, по-моему, да? Приправка такая есть. Анис. Анис, она по-русски, наверное, тоже. В общем, такое что-то, что я не люблю. Ну, надо. А ты чего тут такой стал-то? Ой, мы тут валялись, извиняюсь. Ну, вот так. А ты чего тут такой стал-то? Ты такая любовь моя. Ты такая любовь. Целоваться идет. Ты целоваться идет? Давай поцелуй. Да я тебя и так сегодня зацеловала. Тебя и так сегодня зацеловала. Да. Да. На лбу у него, видите, мои поцелуи. Ой, ой. Ой, ну чего такое? Ну, чего такое? Ну, чего? Будем с вами прощаться до завтра. Так что будьте на связи. Что мы там завтра... Может быть, что-нибудь и придумаем. Не знаю. Может быть, пройдет уже этот... Спустится весь газ. Ой, будет все хорошо. Прощаемся с вами до завтра. И всем пока-пока. Пока-пока.